Пока только 8 тысяч жителей Тверской области сделали свой выбор в пользу электронных трудовых книжек. Напомним, что с этого года граждане получили возможность выбирать между виртуальной и традиционной бумажной версией этого документа. Роман Быков о плюсах и минусах этого нововведения, а также о том, почему пока невелико число земляков, которые отказались от этой небольшой книжечки. Перевод рабочей биографии в электронный вариант — это абсолютно нормальная современная тенденция, говорят эксперты. Если обычные книги уже давно оцифровывают, то почему бы то же самое не сделать с трудовой? Тем более, что это предоставляет целый ряд удобств. Для работодателей, которым не надо везти в бумажных носителях, закупать бланки строгой отчетности, которые достаточно дорого стоят, для государства это хорошо. Почему? Потому что когда человек начинает выходить на пенсию и начинает искать подтверждение трудового стажа. Теперь же вся информация будет храниться в одном месте. Исчезнут проблемы при утрате трудовой книжки. Из виртуального пространства ничего не пропадет. Кроме того, будет исключена возможность мошенничества. Не секрет, что всегда были те, кто заводили по несколько таких документов. Неудивительно, что граждане постепенно начали делать выбор в пользу электронной версии. Правда, этот процесс сильно притормозила пандемия коронавируса, отмечают в региональном отделении пенсионного фонда. На сегодняшний момент около 8 тысяч жителей Тверской области выбрали электронный вариант ведения трудовой книжки. За последний месяц, сейчас все повыходили из изоляции, прирост составил около 2,5 тысяч. То есть ожидаем больше. Однако на фоне удобств цифровизации остался один момент. Все трудоустроенные сейчас граждане, которые сделают выбор в пользу электронной трудовой книжки, получат ее бумажный вариант на руки и обязаны будут хранить его сами. Но в случае утери или уничтожения этого документа, им придется самим восстанавливать все факты своей трудовой биографии. А ведь государству могло бы предусмотреть и другой вариант. Оно могло бы эти трудовые книжки сдавать в архив, чтобы потом, если что, получать информацию из архива. Нет, по закону прописано, что работодатель будет отдавать книжки трудовые, которые сейчас хранит и несет за сохранность их ответственность, будет отдавать на руки самому работнику. Так что нынешнему поколению граждан придется хранить свои трудовые книжки, как зеницу ока. Правда, молодежи это будет касаться все меньше и меньше. С 2021 года электронные версии начнут заводить всем, кто поступает на работу впервые.